всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу показать вам небольшой мастер класс после время я увлеклась элементами поп-ап мне очень нравится как это смотрится в работах и просто в открытках или в альбомах и поэтому хочу вам показать некоторые свои любимые элементы и сегодня у нас будет такая вот открывашка выглядит как обычная открытка то есть вы вот так открываете и у вас вылетает сразу четыре такие классные фотографии я добавил также и внизу принципе вы здесь можете делать что хотите можете как фотограф или какие-то картинки или просто поздравление там я люблю тебя или что-то еще внизу также может быть журналинг или наверху то есть вы дарите такую открыточку например и такая красота внутри если вам интересно как это делается то продолжайте смотреть и всем приятного просмотра размеры все если вам надо можете остановить видео и записать все размеры первая эта полоска для фото ее размеры это ширина 7 сантиметров и длина 28 потом будем с вами ее беговать второе это у нас будет такая закрывашка открывашка то есть в ней будет находиться сам механизм ее размеры 11 ширина и длина 29 специально берем немного побольше чтобы спрятать весь механизм что было легче открывать и мы по серединке пробегу но это будем делать все потом и самое главное это из чего будет состоять наш это механизм надо очень осторожно и тщательно проверять все размеры потому что если мы немножечко на несколько миллиметров уйдем то у нас механизм может этот и не сработать его ширина 21 и длина 28 давайте приступим я размеры оставляю все здесь чтобы вы их видели и теперь давайте начнем делать как здесь видно мы сейчас с вами должны будем поставить точки мы берем с вами линейку и карандаш мы берем нашу длинную сторону и должны поставить три точки в 10 и 8 14 и 17 поставили идем вниз и внизу делаем то же самое теперь мы внизу должны проставить те же значения мы ставим 10 и 8 14 17 теперь мы поворачиваем наш лист и также должны поставить три точки здесь у нас 5 и 4 10 и 8 16 2 не переворачиваем листочек внизу ставим те же значения это 5 и 4 10 и 8 16 2 поворачиваем опять по длинной стороне и мы сами должны сделать линию по серединке то есть у нас с вами три точки мы берем среднюю точку снизу и среднюю точку наверху и проводим легкую линию провели поворачиваем листочек и теперь соединяем все точки сверху и снизу обратно поворачиваем здесь у нас длинная сторона и теперь мы с вами должны проставить точку берем мы верхнюю вот эту линию которую у нас есть верхняя линия и мы отмечаем длину 10 и 2 10 и 2 ставим потом переносим линейку и вне здесь с правой стороны также 10 и 2 откладываем делаем то же самое внизу также прокладываем 10 и 2 и отмечаем и с правой стороны отмечаем 10 и 2 теперь мы с вами должны соединить вот эти оставшиеся точки вот так здесь также и снизу теперь нам надо с вами вот эти ненужные кусочки отрезать вот такая у нас получилась заготовка и теперь нам с вами надо пробеговать вот эту короткую сторону только ее больше никакие части нам трогать не надо бегу и после этого мы сами складываем смотрим что было все ровно если что-то куда-то пошло не так сейчас это можно изменить и хорошо проводим палочкой все у нас хорошо закрывается и теперь наступает самое интересное нам теперь надо сложить ее как мы это будем делать мы находим центр наши заготовки да вот у нас центр ставим сюда пальчик берем левое крылышко и складываем его таким образом чтобы вот эта полоса встретилась с этой то есть мы поставили примера нашли немножко вот так вот сделали да чтобы в серединке у нас немножко так сложился и теперь мы доходим до этого крылышко вот так дошли поставили а линия теперь стала единой линии с этой и пальчиком так прижимаем ее прижали пальчиком и прижимаем дальше также помогаем себе палочкой или чем-то что у вас есть все открыли теперь делаем то же самое с другой стороны ставим пальчик в центр помогаем себе чтобы вот он немножко так прикрылся берем правое крылышко нашли они вот собой линии у них теперь есть одна линия прижимаем пальчиком и дальше проводим и хорошо проглаживаем перемотаем берем вот эти крылышки немного их сгибаем видите и вот она уже сама хочет сложиться и складываем сложили осторожненько чтобы они были все ровненькие но и стороны прогладили с другой стороны прогладили и вот у нас смотрите уже что то есть похожее заготовочка у нас первая готова ее откладываем в сторону и берем нашу полоску для фотографий берем доску для беговки или просто спицу чем вы пользуетесь и бегу в данную полоску 7 14 21 у нас получился каждый квадратик равен 7 на 7 и теперь складываем виде зигзага то есть с одной стороны поворачиваем в другую сторону смотрите чтобы было все ровно если не ровно то надо сразу скорректировать потому что таки беговальная доска это дело такое она может немножечко несколько миллиметров не в ту сторону и все у нас получилась вот такая зигзагообразная штучка и теперь на этом этапе нам надо оформить наши странички так как потом когда мы все склеим это будет делать неудобно давайте для начала возьмем вот этот наш такой треугольный домик его открываем нам с вами надо будет красиво оформить нижнюю и верхнюю я буду оформлять вот таким наборчиком это forest friends маленькая версия 15 на 15 я уже отобрала вот таких два листочка очень красивый как раз сейчас мне кажется подходит под осень также у меня есть несколько фотографий которые то есть я взяла под себя с ребенком и думаю эта коллекция вообще отлично смотрится у меня вот это будет внизу это будет наверху и так как здесь я свободное место я также решила что у меня здесь будет такая фотография сначала мы с вами приклеим скраб бумагу и потом уже фотографию и вот и и и и а и займемся нашей открывашкой вот так она у нас складывается да мы будем фотографии размещать вот здесь то есть не вот здесь а вот здесь то есть смотреть чтобы серединка у нас поднималась будет подложка мама очень классно смотрит все такое вот желтое зеленое приклеиваем и потом фотографии вот такие у нас смешные фотографии теперь берем наш механизм и будем сейчас все склеивать знать очень осторожно и внимательно потому что если мы как-то не так поставим вот эту нашу раскладушку то у нас ничего не откроется нас есть наша раскладушка мы ее складываем поворачиваем к себе то есть на нас теперь будет смотреть вот так да то есть не вот так чтобы мы не видели скраб бумагу да чтобы мы видели наши фотографии мы сложили открываем наш механизм кладем нашу раскладушку так чтобы у нас закрывалась скраб бумагу что мы ее не видели но чтобы она не заходила за край мы закрываем левое ушко кладем его сюда и теперь мы карандашиком отмечаем где они соприкасаются то есть вот здесь да вот здесь и внутри тоже заглядываем и смотрим где и еще посерединке чтобы посмотреть где она заканчивается мы смотрим вот здесь мы теперь с вами осторожно держим чтобы у нас никуда не сместилась наша раскладушка и намазываем клей сами стираем наши вот эти пометки чтобы их не было видно и осторожненько закрываем вот это левое ушко все закрыли держим можно немножко ему помочь и разгладить клей везде если где-то что-то у вас вышло то сейчас самое время все это стереть так как потом клей будет весь виден мы теперь берем нашу раскладушку открываем ее полностью берем правое ушко закрываем его и когда мы его закрываем и сверху кладем нашу раскладушку и у нас получается вот так мы переворачиваем и теперь мы должны нанести клей вот здесь то есть где она соприкасается как мы делали в первый раз мы также наносим клей вот здесь можно нанести сюда можно нанести на само ушко и теперь намазываю клеем намазали и теперь прикладываем наше ушко хорошо прижимаем и держим также можем прогладить чтобы он быстрее у нас схватился переворачиваем снова и открываем и берем нашу последнюю часть это как раз вот это наша книжечка теперь найти серединку это 14 5 но на моей беговальной доске к сожалению нету 14 5 поэтому мы просто отмечаем где у нас это примерно пример у нас это вот здесь и бегуем так теперь складываем что было ровно и проглаживаем и также не забывайте надо будет проклеить вверх и и внутренностям а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 С другой стороны Наша раскладушка готова Вот так она открывается и закрывается Здесь сверху можете написать журналинг Но желательно, конечно, это делать до того, как мы вот это все склеили Ну, в принципе, можно потом просто будет так открывать и все записывать Потом осторожненько закрывать Вот такой у нас был с вами небольшой сегодня мастер-класс Если вам понравился данный мастер-класс То обязательно пишите об этом Поставьте пальчики вверх Если вы хотите видеть еще видео с поп-ап элементами То обязательно пишите мне Я буду дальше снимать для вас вот такие интересные видео Спасибо, что были со мной Спасибо, что посмотрели До скорой встречи! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok